Влас удивительный орган, дающий более 70% информации об окружающем мире. Следить за его здоровьем необходимо с момента рождения. В связи с этим Министерство Российской Федерации рекомендует проводить профилактические осмотры в один месяц жизни, в один год, в три и шесть. Эти осмотры необходимо проводить для исключения изменений, которые на первый взгляд незаметны родителям, но могут впоследствии сильно изменить качество зрения и качество жизни ребенка. Для правильного развития глаза необходимо достаточное количество ультрафиолета, которое мы получаем на улице. К сожалению, в последнее время дети редко бывают, особенно в школьном возрасте, на улице. Родителям, у которых дети ходят в школу, рекомендовано правильно организовать рабочий день, занятия в школе, обязательные прогулки на свежем воздухе в дневное время не менее часа и только потом приготовление домашних заданий. В последнее время гаджеты стремительно ворвались в нашу жизнь компьютером, планшетом и телефоном. Желательно, чтобы у детей до школьного возраста этих предметов вообще в руках никогда не было. У детей школьного возраста родителям обратить внимание, чтобы дети занимались только, если это требует школьная программа, все свободное время и досуг желательно, чтобы дети проводили на воздухе и в активных играх. Для правильного развития глаза также необходимо правильно организованное рабочее место. Стол, стул должны соответствовать возрасту ребенка. Правильно должен падать свет. У правшей он должен падать слева. У левшей справа верхний свет должен быть обязательно включен, если занятия идут в вечернее время. Также родители обращайте внимание, как сидит ваш ребенок за этим столом. Правильная осанка позволит сохранить общее здоровье ребенка, а также здоровье глаз. Все вот такие простые рекомендации, которые сейчас я вам сказала, позволят сохранить здоровье вашему ребенку. Редактор субтитров А.Семкин